что касается ситуации с минскими договоренностями они у нас носят характер такой вот такого пролонгированного акта капитуляции нам все равно их придется выполнить нравится нам это или не нравится мы можем сколько угодно говорить что давайте поменяем пункты местами давайте будем говорить о том что сначала контроль над границей потом выборы давайте будем изымым из этого документа вопрос об амнистии но все равно придется это все выполнить потому что государство гаранты этого этих соглашений на этом настаивает а государство гаранты это напомню германия франция и российская федерация думаю что поездка вашингтон она скорее даст зеленскому понимание того что он должен все таки выполнить минские договоренности как бы это не было больно для украинской власти как бы это было не выгодно украинской власти поскольку конфликт на донбассе это тот конфликт который в котором увязли и соединенные штаты и россия в нем нет видимых победителей в нем нет видимых бенефициаров сегодня и соответственно я уже не говорю об украине для которой война стала просто неким модусом виванги так что по большому счету думаю что ему просто скажет что прекращай этот беспорядок прекращает от бардак вот иди на то все что о чем договорились в феврале месяца в минск пятнадцатого года в минске и соответственно соединенные штаты дадут некие возможно гарантии на случай если в украине начнутся некоторые политики начнут раскачивать ситуацию и начнут призывать радикальные элементы к беспорядкам или же к свержению власти вокруг чего ломается копия вокруг последовательности и обязательств так вот на мой взгляд не отдельно взятая франко-германская формула кластер вообще тут не уместно не отдельно взятые инициативы кравчука не сработают необходимо на мой взгляд за основу взять те наработки которые предлагались в ноябре и со стороны на германской дипломатии штанмайера и со стороны имею команды франко-германской и бсе и со стороны так называемых лднр 15 пунктов там много толковых предложений создать интегрированное положение связанное с последовательностью обязательств и неважно как это называете значит разблокирование экономической связи и программа по восстановлению экономической связи должна быть программой развития новых комплексов они торговли значит развитие восстановление территории должно быть предложением о создании новых территорий не похожих на то что что было в Украине. Наверное, уже не области, наверное, уже автономные экономические края. И это предложение должно быть сформулировано в Украине. Изменения психологические, культурные требуют признания особенностей и автономности теперь и этой жизни. Иначе конфликты неизбежны. Я не хочу тут забегать вперед, какой должна быть эта автономия, но история с Крымом сделала возможным обсуждение идеи крымско-татарской автономии. Сам отношусь к этому критично. Но если говорить, например, о крымско-татарской культурной автономии, это вполне обоснованное, аргументированное дело. Наверное, это уже нужно говорить и о культурной автономии для жителей Донбасса, которая в любом случае теперь уже будет жить в нескольких гражданских пространствах. И нам тоже нужно будет с этим считаться. Нужно начать просто двойного гражданства и регулировать. Но тогда Украина, ОБСЕ, страны Евросоюза, Россия должны признать эти решения, что это стало возможным. Иначе мы никогда с этого замкнутого округа не выйдем. Это серьезный политический компромисс. Но мне кажется, такого компромисса ждут от Украины. К сожалению, стороны и Германии, и Украина продолжают обсуждать этот вопрос, основываясь на старых концептах. То есть, в принципе, Меркель вспомнила формулу Штейнмайера, которую надо, ну, якобы, имплементировать в законодательство Украины, хотя она нереалистична в плане, именно для Украины, так как она предполагает проведение выборов до возвращения под контроль границы государственной. И Озелецкий со своей стороны вспомнил план про Кластеры, который тоже имеет свои изъяны, и он тоже, по сути, предполагает, что местные выборы с легитимизацией местных элит, токсичных, он предполагает, что это произойдет до, опять же, возвращения контроля над границей, а это все в Украине считают, ну, и в целом это все является угрозой, потому что, ну, если нет контроля над границами, нет гарантии, что все это будет честно, правильно и, ну, действительно прозрачно. Поэтому оба плана, они проистекают, то есть их основа и фундамент это Минские соглашения. И визит показал, что пока что не обсуждается никаких новых инициатив. Все продолжает идти в том русле, в котором шло. Видимо, в Германии снова попытались поднять вот эту тему с формулой Штейнмайера и планами про Кластеры, потому что она в прошлом году пытались это обсуждать, но потом как-то сошло все на нет. И вот они опять пытаются по какой-то причине, ну, снова, видимо, убедить официальный Киев в том, что это вот нужно сделать. Но я пока не вижу у Украины, ну, желание это серьезно рассматривать. Не у России, кстати, желание это всерьез рассматривать. Поэтому, ну, визит просто показал, что переговоры находятся в тупике, и из него пока что выхода нет. Пока что это прощупывание аудитории, но что касается отрезания территорий, замораживания конфликта, или же вообще признания их отторжения, я уже не говорю, там, присоединение к другому государству, продолжение независимости и так далее, этот вариант проговаривался в кулуарах еще начиная с Петра Порошенко. И сейчас это, естественно, публично никто не озвучивает, но в то же время происходит постоянные шаги. Мы видим постоянные шаги, направленные на замораживание конфликта, на то, чтобы этот конфликт фактически закапсулировался каким-то образом, без его видимого разрешения. То есть предлагается Приднестровско-Карабахский вариант. И Зеленский, очевидно, хочет получить одобрение со стороны граждан Украины на то, чтобы этот вариант был воплощен в жизнь. Одна из главных проблем, например, почему нельзя реализовать его, это то, что в Украине он может вызвать неоднозначную реакцию части населения, которые считают, что там условная стена, назовем это так, физическая, не физическая, оно имеется в виду, под этой, под стеной же, имеется в виду отрезание. То есть мы отказываемся в ближайшее время возвращать эти территории и считаем, что конфликт это надолго и как бы на это затачиваем внутреннюю и внешнюю политику. Такой план или такая стратегия предполагает, то есть она совершенно, она меняет полностью как ресурсную базу, ну то есть надо, это совершенно, это другая политика, это вообще другая политика, потому что если, это речь идет о долгосрочной заморозке конфликта, заморозка конфликта и урегулирование конфликта это две вообще разные политики. Соответственно, безусловно, властям для того, чтобы сделать такой разворот, им надо это как-то объяснить населению, поэтому происходит вот такого рода зондирование почвы. Но, с другой стороны, да, я думаю, что над этим планом в том числе думают в высоких кабинетах, потому что он реален, его можно воплотить в жизнь, но, конечно, он тоже имеет свои негативные стороны, потому что, ну, чем дольше затягивается конфликт, например, и тем больше разрываются связи между оккупированными территориями и правительственными, сложнее их будет вернуть, сложнее реинтегрировать, сложнее вернуть людей. И, ну, как и в любом конфликте такого рода, ну, чем дольше земли разорваны, оторваны друг от друга, тем потом вопрос урегулирования или их возвращения он становится все более тяжелым и сложным. Поэтому, ну, этот план, да, он реалистичен, ну, насколько, тут как бы вопрос, насколько действительно он является эффективным в нынешних условиях, как власти могут это объяснить, так, чтобы это не вызвало, например, протестов в части населения, переселенцев, там, или других социальных групп, которым не нравится, ну, такая вот перспектива, или которые посчитают, что вот такой план стены, это вот будет отказ от оккупированных территорий, то, ну, это нужно тоже продумать. Но, в целом, да, это один из вариантов, как можно не решить конфликт, но хотя бы его временно, поставить временно на паузу. Если Зеленский и правда думает, что вариант бы это отрезать, это ему будут аплодировать. Эти семь лет изменили Украину, изменили Донбасс. Если еще семь лет назад Донбасс был, скорее, названием территориальным, геологическим, да, Донецкий бассейн, то семь лет формирования новой общности, связанной с совместными переживаниями, травмами и переосмыслениями. Целое поколение практически закончило среднюю школу за это время и на Донбассе, и в Украине в целом. Это новый опыт. Несомненно, возникает феномен донбасской, в широком смысле громады, донбасского сообщества, людей, которые эти семь лет ощущают как общую судьбу. Как живущая там, так и убежавшая, переживающая на стороне, ждущая исторического решения по Донбассу. И с этим невозможно не считаться. Это предпосылки для той самой субъектности. Субъектность это, извините меня, не декларации и не трындешь по ящику. Субъектность это способность к действию. Нужно подумать и о том, какой должен быть особенность пограничного режима. Этого не избежать, никакая стена там не появится. Если Украина придется со стеной, снова война. Ну и, пожалуй, самое сложное это создание общего культурного пространства национального. Потому что вот этот разрыв произошедшей с войной, он же возник буквально коммуникационно. Мы, извините меня, не считая сотен тысяч переезжающих за пенсией и занимающихся предпринимательской деятельностью, мы же полностью потеряли контакт. Здесь ни пушки, ни даже классическая дипломатия, ни партийные дебаты не помогут. Я считаю, что эти фолл последней надежды, которые еще нужно как-то учесть, это возможность и потенциал гражданской дипломатии. Думаю, что это режим замораживания конфликта. 4 июля Денис Пушилин, лидер самопровозглашенной ДНР, так называемый, и сказал о том, что по его информации скоро война закончится, скоро войне придет конец. Очевидно, что он бы не делал такие заявления без согласования с Москвой. Очевидно, что эти заявления появились в Москве, лежа те же настроения, появились в Москве, в России и в самопровозглашенных республиках после встречи Байдена и Путина в Женеве. Что же касается Украины, то очевидно, что Зеленский тоже вернется из Вашингтона с четким пониманием того, что то, что происходит на Донбассе, необходимо заканчивать. Поэтому в данной ситуации необходимо надеяться на то, что заморозка конфликта произойдет на некотором этапе. Шатко-валко будут внедряться минские договоренности в разных сферах, особенно в сфере безопасности, отвод войск, отвод вооружения, обмен пленными. Все это возможно. Но уже потом наступит самый сложный процесс, процесс обретения мира. Потому что этот процесс это не только вопрос взаимоотношений между Украиной и непризнанными государствами, не просто вопрос возвращения и на каком основании возвращения эти территории. Это еще вопрос глобального гражданского мира в Украине, поскольку общество расколото сегодня и необходимо все-таки найти общий знаменатель, на котором необходимо выстраивать будущее Украины. Война очень здорово помогла остановить этот процесс. Она не смогла его развернуть и свидетельствовать ему северный поток, все-таки, да, вот направший новый диалог между странами Евразии и Евросоюза. Процесс сдерживания, который мы видим на примере Украины, ее войны, затягивания, он завершается. Изменились торговые позиции. То есть, грубо говоря, если раньше Украина была серьезным предметом торгов, сейчас там потеряла этот интерес. Я думаю, весь эффект Женевы состоит не в том, что Путин и Байден там взяли что-то поделили. Нет, мне кажется, там подойдет другое, более простое и трагичное. Было признано, что Украина больше не так интересна и важна, как это было раньше, как это было в геополитике 19-20 века. Более того, это заноза, из-за которой нет возможности договариваться по другим вопросам. Я веду к тому, что есть большой запрос снизить значение войны в Украине. Нет, это не означает, что за Украину перестали бороться. Просто она перестала быть решающим фактором. А что это будет означать для нас? Это будет означать, что больше геополитических инвестиций в Украину не будет. И неудача Зеленского в Германии тому свидетельствует. Никто платить за эту торговлю больше с Украиной не будет. Во-вторых, Украина столкнется с ультиматумом снизить риски самого конфликта. Потому что все-таки война высокоиндустриальная несет в себе риски континентального конфликта. А ну-ка, современное вооружение, да, не дай бог, использование оружия массового поражения или техногенной катастрофы. История повернулась в пять. Поэтому задача резко снизить интенсивность, снизить угрозу будет поставлена и с севера, и на западе, и в Соединенных Штатах. Ну и последний момент. Украина должна включиться в проекты, которые будут взаимовыгодны России и Соединенным Штатам в вопросах на континенте. Если для этого необходимо поторговать Украиной, то торги будут. Это вовсе не означает, конечно же, что вдруг объявят, что Украина теперь в зоне интересов России. Но, несомненно, требование снизить интенсивность, стать договороспособными и решить эту проблему Донбасса на условиях компромисса она будет. Гибридный мир. То есть это сценарий, при котором статус-кво будет сохраняться, то есть конфликт будет продолжаться в форме столкновений низкой интенсивности, будут время от времени пытаться реанимировать или выводить из комы мирные переговоры в разных форматах, будут попытки создать новые форматы. С появлением Крымской платформы Украина будет пытаться выводить эти переговоры, затянуть туда как можно больше участников и интернационализировать их. Но, мне кажется, ближайший год-полтора каких-то существенных прорывов не будет. Я не исключаю попытки со стороны внешних партнеров и Российской Федерации еще раз попробовать поиграть с идеей форсированной реализации Минских соглашений. То есть то ли через формулу Штейнмайера или через план про кластер или через какой-то гибрид между ними. Потому что те заявления, которые звучали из Берлина, это не просто так. И еще можно будет, конечно, посмотреть по итогам визитов в Штаты, насколько это серьезно. Но, видимо, Россия настроена на то, чтобы попробовать еще раз продавить тему с реализацией Минских соглашений, оказывая давление на Украину через, в том числе, внешних партнеров, убеждая европейцев и американцев после начала диалога с Байденом, что надо вот это, альтернативы нет, только Минские соглашения. Вот это я думаю, что, наверное, вот этот процесс и будет самым главным на ближайший год-полтора. Если ничего из этого не выйдет, ну, все будет как было раньше. Вот каждый из этих планов, что кластеры, что формула Штейнмайера, что вопрос реинтеграции, который хочет Россия, они все упираются в то, что Украина и Россия не имеют точек соприкосновения на сегодняшний день, по которым могут договориться. А если даже есть такие, ну, то есть, есть какие-то там понимания, где можно договориться, внутриполитическая ситуация и конъюнктура, что в России, что в Украине, не позволит об этом публично говорить. То есть, в Украине что-то будут воспринимать токсично, в России что-то будут воспринимать токсично, как сдачу, зраду, перемогу. Ну, то есть, в этих планах нет никакой перемоги, их очень сложно продать. Поэтому, мне кажется, в ближайшее время этот конфликт урегулирован не будет.